Если Владимир Путин говорит о чем-то в отношении Украины, то, как правило, поступает совершенно иначе и своих обещаний просто не выполняет. Эту особенность журналисты отметили еще 9 лет назад, после аннексии Крыма. Тогда они вспомнили интервью Путина 2008 года на фоне кризиса в Южной Осетии. Французский министр иностранного дела, председатель ЕСК, господин Кушнер, выразил недавно озабоченность, что следующим конфликтом может быть Украина, а именно Крым и Севастополь как база российского военно-морского флота. Является ли Крым и Севастополь такой целью для России? Вы сказали следующей целью. У нас не было и здесь никакой цели. Поэтому, считаю, говорить о какой-то следующей цели некорректно. Это первое. Вы это исключаете. Если вы мне позволите ответить, то вы будете удовлетворены. То будете удовлетворены. Значит, Крым не является никакой спорной территорией. Там не было никакого этнического конфликта, в отличие от конфликта между Южной Осетией и Грузией. И Россия давно признала границы сегодняшней Украины. Мы, по сути, закончили в целом и в общем наши переговоры по границе. Речь идет о демаркации, но это же технические дела. Вопрос о каких-то подобных целях для России, считаю, отдает провокационным смыслом. Во время самой аннексии Путин произнес слова, которые ему вспомнят еще через 8 лет. После начала крупномасштабной войны против Украины. Я обращаюсь к народу Украины. Искренне хочу, чтобы вы нас поняли. Мы ни в коем случае не хотим нанести вам вред, оскорбить ваши национальные чувства. Мы всегда уважали территориальную целостность украинской державы. Хочу, чтобы вы меня услышали, дорогие друзья. Не верьте тем, кто пугает вас Россией, кричит о том, что за Крымом последуют другие регионы. Мы не хотим раздела Украины. Нам этого не нужно. Несоответствие слов и реальности в высказываниях Путина после начала войны усилилось в многократном размере, отмечают обозреватели. Так журналисты и эксперты внимательно разобрали причины, которыми Владимир Путин объяснил вторжение в Украину. Одна из главных причин – это геноцид населения в Донбассе. Терпеть все это было уже просто невозможно. Необходимо было немедленно прекратить этот кошмар. Геноцид в отношении проживающих там миллионов людей, которые надеются только на Россию. Надеются только на нас с вами. Геноцид – это серьезное обвинение. Согласно Конвенции ООН, это действие по полному уничтожению национальной группы. В 2014 году в Донбассе работала мониторинговая миссия ОБСЕ, в том числе с участием российских граждан. Она зафиксировала – за весь 2021 год из-за действий обеих сторон погибли 16 мирных граждан. За все 8 лет с учетом боестолкновения с сепаратистами чуть более 3000 человек. Ни о каком геноциде не идет и речи, отмечали в ООН. Из-за вторжения российской армии в Украину в 2022 году лишь по официальным неполным данным ООН уже погибли 7000 гражданских. То есть как минимум в два раза больше, чем за 8 лет конфликта в Донбассе. Ваши отцы, деды и прадеды не для того сражались с нацистами, защищая нашу общую родину, чтобы сегодняшние ненацисты захватили власть на Украине. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. Журналисты и эксперты опровергли и два других предлога Путина для вторжения в Украину. Нацисты во власти в Киеве, а также обещания НАТО не расширяться на восток. Так они отмечают, Украина руководит президент с еврейскими корнями. И националисты Верховной Раде почти не представлены. Что же касается нерасширения НАТО на восток, такого соглашения США и Советский Союз попросту никогда не подписывали. Это является историческим мифом. Расхождение слов с делом у Владимира Путина наблюдались и в течение первого года крупномасштабной войны России против Украины. Один из самых громких примеров – мобилизация. Подчеркну, в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. И не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса. Поставленные задачи решают только профессиональные военные. Уже в сентябре 2022 года от этих слов Путин отказался и объявил о начале так называемой частичной мобилизации. Минобороны заявил о планах призывать на войну до 300 тысяч россиян. При этом обозреватели отмечают, что частичную мобилизацию, так как это делали Путин и Шойгу, называть неправильно из-за отсутствия чётких ограничений в указе. Появление российских войск под Киевом и у других городов Украины связано не с намерением оккупировать эту страну. У нас нет такой цели. Одно из главных обещаний, сделанных во время войны Путином, это обещание не оккупировать Украину. Мол, Россия лишь хочет помочь Украине освободиться от нацистов и демилитаризироваться. В реальности после вторжения в занятых российской армией городах сразу стали похищать проукраинских активистов, журналистов и мэров. Над администрациями вывесили российские флаги, в оборот ввели рубли, в школах начали менять программу и переходить на русский язык. В городах начали открывать российские госучреждения и офисы «Единой России». В итоге Путин официально подписал договор о вступлении в состав страны новых территорий, по сути, узаконив их оккупацию. Вы знаете, мне кажется, что нужно быть не просто глупым, нужно быть наглым, чтобы отрицать то, что было. Но, к сожалению, вот эта наглость, она так же, как и 70 лет назад, она часто достигает своей цели. Ведь Геббетс же говорил, чем невероятнее ложь, тем быстрее в неё поверят. И мне кажется, что и сегодня те, кто передёргивают историю, стараются принизить заслуги тех, кто уничтожил нацизм, и наоборот, поменять даже местами преступников и их жертвы, они как раз действуют по той же самой логике. Мы, конечно, с вами должны сделать всё для того, чтобы воспрепятствовать такой практике, такой преступной практике. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!